В Дмитровском лесном питомнике завершают подготовку хвойных сеянцев к зимовке. Специалисты Центра лесхоза закрывают мелкорубленными опилками, посеянной в этом году елей. Задача этого органического одеяла – защитить нежную корневую систему хвойных. На полях Дмитровского питомника за процессом внимательно следит инженер Центра лесхоза Галина Хренова. Мы сберегаем для того, чтобы они не погибли весной. Когда наступает весна, происходит колебание температур, оттепель заморозок, оттепель заморозок. Из-за этого происходит выжимание почвы, и корневая система оказывается наверху наших сеянцев. И для того, чтобы это не происходило, даже если будет происходить выжимание, у нас будут действовать опилки. Они будут прикрывать корневую систему. Питомники посадочный материал будут выращивать в течение двух-трех лет, а потом сеянцы используют для проведения работ по лесовосстановлению в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта сохранения лесов и при поддержке Комитета лесного хозяйства Московской области. За моей спиной находится посевное отделение 2021 года. Оно уже предназначено для искусственного лесовосстановления. В следующем году оно уже достигло своих стандартных размеров. И уже будущий лес у нас. А что здесь ель? Ель обыкновенная. Ель европейская обыкновенная. Также сотрудники Дмитровского питомника посеяли в ноябре семена дуба и каштана. Причем желуди элитного сорта. Их привезли из Санкт-Петербурга. Специалисты будут разводить северный дуб для эксперимента в различных лесах Московской области. Будут смотреть, как он приживется в Центральной России. Мы находимся на плантации новогодних елей 2021 года посадки. Это будущие красавицы, которые ждут новогодних праздников и которые хотят принести праздник в дом. А когда созреют? Лет через пять. Лет через пять они уже будут как бы полноценными красавицами. И, конечно, лесхоз каждый год предлагает еле для новогодних праздников. Именно здесь берут праздничные елки, дмитровские детсады и школы, а также постоянные покупатели и физические лица. Начиная с середины декабря все желающие смогут приехать в питомник, выбрать подходящую пушистую красавицу и самостоятельно срубить ее.